Так, продолжение первой главы, пятый параграф. Ну, понятно, тут предложение начинается с генетилусов-абсолютусов, да, понятно, что вот это генетилус-абсолютус, и еще один генетилус-абсолютус, мы запросим вот так-то. Иисус вошел, это аорист от эсэрхума, и в это время сигнофорон, это какие-то знаменосцы, что ли, то есть те, кто несут, те, кто держат какие-то знамена, хорубли. И вот эти хорублиносцы, знаменосцы держали, собственно, то, что они держат, да, то есть сигно, какие-то либо знамена, либо изображения. Еще раз, значит. И когда Иисус вошел, и в это время держали знаменосцы свои знамена, гай-протомай, вот это сложно, пускай будут изображения какие-то, гай-протомай, они э-камфтхэссан. Это от глагола кампто, пассивный аорист, наклонять, пассивный, то есть поклонились, наклонились вот эти изображения, гай-протомай, чьи изображения? Тон сигнон, вот этих знамен, то есть не сами знамен, а вот эти протомай, и не просто наклонились, они просекюносан, ну поклонились, можно сказать, просекюносан кому? Что касается протомай, это слово первого отклонения, протомэ, в классическом языке оно означает что-то типа бюста скульптурного, носа, либо морда какого-то животного. Я не очень понимаю, имеется в виду какие-то изображения на знаменах, или сами знамена, или может быть какие-то кончики знамен. Кстати, я нашел, что это слово протомай встречается у Иосифа Флавия, между прочим, где, ну не только у него, конечно, но в частности у Иосифа Флавия, в главе, где тоже упоминается, кстати, Пилат. Это требует дополнительного, естественно, изучения, причем тут, смотрите, протомас кайсерус, то есть какие-то бюсты, изображения скульптурной цены, не кого-нибудь от Цезаря, вот видите, Пилатус, да, почему-то вождь и иудеев, введя войско в Казари, значит, возвращаемся к тексту Евангелия от Никодима, значит, когда Иисус вошел, и держатели знамен, знамя держатели в это время там были, и в это время, когда все это происходило, когда он вошел, вот эти либо кончики, либо сами знамена, они наклонились и поклонились Иисусу, то есть произошло какое-то, какая-то иллюминация, что-то вроде чуда какого-то произошло. Дальше. Значит, ну тут подлежащая новая, понятно, иудея, что-то антисемитское начинается, кажется, опять. Иудеи, идонтас, это причастие от глагола гурау, ауэрисное, конъюнктум, ну, может перевести так, когда иудеи увидели, что увидели, то схема, то схема, это, конечно, акузатив, то есть внешний вид, когда они увидели вид вот этих знамен, то схема, то сигма, а дальше субстантивация через сто, а также они увидели, а именно, а именно, они увидели, как поклонились, наклонились и они поклонились Иисусу, когда они это увидели, они пересос, это наречие, они очень сильно, экрадзон, я бы перевел начинательно, имперфект, ну, начали кричать на кого? Ну, на знаменосцев, на людей, которые знамены носят. То есть они сильно испугались и начали орать на знаменосцев. Так, ну, тут понятно, леги, то есть это произведено историком, а Пилат говорит, леги, кому говорит? Иудеям, простус иудаис. Че он говорит? Да, вот начинается его речь, прямая речь Пилата. Это вопрос. Вы не удивлены тому, как, ну, вот эти протома, я не знаю, знамена или кончики знамен, какие-то изображения на знаменах, поклонились, наклонились, склонились и поклонились Иисусу. Вы не удивлены? Дальше, что? Легу синхо иудаю прос Пилату. Иудеи говорят Пилату. Что они говорят? Начинает снова кусок. Значит, иудеи говорят. Мы увидели, как поклонились после Экомпсон, знаменосцы, не знамена, а люди поклонились. И наклонились и поклонились ему. То есть, получается, иудеи, по этой версии, пеняют не на знамена, то есть они отрицают чудо, а говорят, что это сами люди, сами знаменосцы поклонились Иисусу, ауто. Ауто – это Иисус, конечно, в Иисусе имеется в виду. Так, дальше читаем. Значит, прос Калесаминус дего гегемон тус сигнофорус легия аутоис. Значит, гегемон. Ну, это Пилат, я думаю. Пилат, прос Калесаминус, Калесаминус – это причастие к конъюнктуму. В номинативе согласована с Пилатом от глагола прос Калево в ауристе. А Пилат, позвав кого? Вот этих людей, знаменосцев, говорит им, леги аутоис. Что он говорит? Тих гутус эпоеса те. Ну, наверное, почему? Или зачем ти? Зачем вы это сделали? Ну, зачем вы поклонились? Людям говорит. Дальше. Легус энто Пилату. Они говорят Пилату. Ну, отвечают. Они говорят, значит, Пилату. Мы мужики греческие. Мы люди ведь греческие есть. И служители храма. То есть мы люди маленькие, я бы так сказал. Мы люди маленькие. И мы еще греки, к тому же, да? Даже самое главное, что мы греки, а потом мы люди маленькие. И кайпос эйхамен. Эйхамен – это имперфект от глагола эхо. Причем эхо с этим, с инфинитивом. Эхо с инфинитивом, как все знают, означает способность, возможность. То есть мы греки, и мы просто служители храма, люди маленькие. И как же мы могли, вопрос риторический, поклониться ему, ну, какому-то там Иисусу, будучи греками и обычными служителями храма? Дальше. Это продолжение речи вот этих служителей греческих. Веть гар. Когда мы, ну, скажем так, когда мы держим, что вот эти хоругви, я не знаю, знамена, в то время, когда мы их держали, дальше тут аурист будет, поэтому надо согласовать, в то время, когда мы их держали, поклонились, наклонились, ну, скрутились и поклонились ауто Иисусу, ему, геутайс. Вот это немножко, как бы, мне кажется, нехорошая здесь грамматика. Но я видел, тут предлагается другой вариант текста, вместо геутайс предлагается гай аутайс. Сейчас я не знаю, найду ли я. Тут написано аутай гаутас. Где-то я видел вариант текста гай аутайс. То есть они сами. Ну, в общем, тут надо поискать. В общем, смысл в том, что они говорят, когда мы держали эти знамена, мы ничего не делали. И они сами по себе, они сами наклонились и сами, вот эти вещи, не мы люди, а вот эти вещи, которые мы в руках держали, они сами поклонились ему, то есть Иисусу. Иисусу.